Вовлечение все новых и новых сил в конфликт привело к его беспрецедентному обострению. Он перестал быть сугубо афганским, все больше трансформируясь в сложную международную проблему. Расширение присутствия в Афганистане международных террористических групп, непрекращающиеся насилие и кровополитие, наркобизнес – все это говорит о недопустимости игнорирования мировым сообществом ситуации в этой стране. Самое главное в Афганистане в условиях вооруженного противостояния и насилия выросло целое поколение. Но, тем не менее, это не потерянное поколение, как цинично утверждают некоторые эксперты. Это всего лишь уставшие от войны лишения и тягот люди, которые хотят и стремятся положить конец вражде, вернуться к мирной жизни и созиданию на благо своей страны. Мы твердо убежден, что у афганского народа есть силы, мудрость, мужество и стойкость, чтобы начать новую, мирную жизнь, строить ее во имя благополучия своих детей и будущих поколений. Государства и авторитетные международные организации, представители, которые сегодня участвуют в нашем форуме, могут и должны сыграть решающую роль в содействии мирному урегулированию ситуации в этой многострадальной стране. События на Ближнем Востоке и в Северной Африке привели к тому, что ситуация в Афганистане на время выпала из поля зрения мировой политики. Однако от этого конфликт не потерял своей напряженности и остроты. Предложение о проведении международной конференции в Узбекистане и необходимость объединения усилий, направленных на обеспечение мира и стабильности в Афганистане, обусловлены следующими факторами. Во-первых, наша инициатива полностью соответствует внешнеполитической концепции Узбекистана, определяющей главным приоритетом укрепления дружественных и взаимовыгодных отношений с соседними странами. Во-вторых, на протяжении тысячелетий народы Узбекистана и Афганистана развивались в одном культурно-цивилизационном пространстве. Издавна по обеим берегам Амудари живут люди, которых объединяет схожесть языков, общая священная религия и единые духовные ценности. Амударя всегда была для нас источником жизни, но никогда препятствуем для свободного передвижения людей, развития тесных торговых связей, обмена научными достижениями и взаимообогащения культур. На афганской земле жили и творили такие выдающие представители Центрально-Азиатского Ренессанса, как Абу-Райхон Беруни, Лутфи Алишер Наваи, Камаладын Бекзот, Захрадын Мухаммад Бабур, Бабарахым Машраб и многие другие наши великие предки. Сегодня в Узбекистане и Афганистане тесные политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. На афганской территории проживает миллионов узбеков. По конституции Афганистана узбекский язык является одним из официальных языков. В-третьих, все мы твердо убеждены, что безопасность неделима и ее можно обеспечить лишь совместными усилиями. Мы не должны, а точнее не имеем права воспринимать одну угрозу своими, а другие чужими. Безопасность Афганистана – это безопасность Узбекистана. Залог стабильности и просветания всего обширного региона Центральной и Южной Азии. Нельзя допустить, чтобы международные террористические организации превращали Афганистан в свое постоянное пристанище. В-четвертых, Узбекистан имеет опыт содействия мирному процессу в Афганистане. В 1999 году в Ташкенте по инициативе узбекской стороны состояла встреча группы 6 плюс 2 на уровне руководителей внешнеполитических ведомств государств соседей Афганистана, России и США. В ней также участвовали представители Северного Альянса и движения «Талибан». По итогам переговоров была принята Ташкентская декларация об основных принципах мирного урегулирования конфликта в Афганистане, ставшей официальным документом 54-й сессии Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН. В этой связи мы имеем все основания, политическое, моральное право говорить о нашем общем с Афганистаном будущем, поднимать вопросы, которые одинаково волнуют как наших афганских братьев, так и нас самих. Именно поэтому Узбекистан призывает все страны мира поддержать наши усилия в этом благородном деле. Дорогие друзья, сегодня многогранные и непростые вопросы урегулирования ситуации в Афганистане широко обсуждаются на региональном и международном уровнях. Заслуживает самое серьезное внимание кабульский процесс, московский формат, международная контактная группа, стамбульский процесс «Сердце Азии», контактная группа «ШОС Афганистан» и другие многосторонние площадки, создаваемые с целью поиска путей разрешения военно-политического кризиса в Афганистане. Узбекистан поддерживает решения, принятые участниками второго заседания в рамках кабульского процесса в пользу запуска прямых переговоров между афганским правительством и движением «Талибан» без предварительных условий и угроз применения насилия. Однако главным условием продвижения к миру, на наш взгляд, является прежде всего разработка и практическая реализация единой и согласованной на региональном и глобальном уровнях широкой программы мира для Афганистана. Исходя из этого, основными целями и задачами наших совместных усилий должны стать Первое. Разработка основных принципов мирного урегулирования и достижения по ним широкого международного консенсуса. Второе. Выработка механизма запуска переговоров между афганским правительством и вооруженной оппозицией. Третье. Принятие дорожной карты по содействию международным сообществам процессу национального примирения в Афганистане. И, наконец, неоценимые значения будут иметь решительные, единогласные обращения всех заинтересованных внешних сил к вооруженной оппозиции с призывом сесть за стол переговоров с афганским правительством и положить конец противостоянию и насилию. Альтернативы этому нет. По нашему мнению, таков главный лейкмотив сегодняшней нашей встречи. Уважаемые дамы и господа! Принимая во внимание крайне сложный и противоречивый характер конфликта в Афганистане, вовлеченность в него различных сил, а также исходя из соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, четырех взаимосвязанных и взаимозависимых уровнях, на внутриафганском уровне, необходимо обеспечить запуск прямого диалога без предварительных условий между центральным правительством и основными силами вооруженной оппозиции, прежде всего, движения Талибан. Имеющиеся у сторон вопросы друг с другом могут стать предметом предстоящего переговорного процесса. Очевидно, что откладывать начало внутриафганского политического процесса больше нельзя. Его затягивание будет стоить жизни еще многим невинным людям. Для обеспечения успеха мирного процесса важно предоставить инициативу и выбор формата времени и места проведения мирных переговоров с самим афганцем. Прежде всего, речь идет об отказе об введении боевых действий и безусловном соблюдении режима прекращения огня как вооруженной оппозиции, так и афганскими национальными силами безопасности. Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движения «Талибан». В случае участия оппозиции в мирных переговорах и достижения национального примирения следует также создать все условия для ее интеграции в политическую жизнь Афганистана. Представители вооруженной оппозиции, в том числе талибы, будучи частью афганского общества и гражданами Афганистана, частью афганского общества и гражданами Афганистана имеют право голоса в определении будущей своей страны. При этом представляется крайне важным запуск межафганского диалога в период до проведения в стране парламентских и президентских выборов, что предоставит широкие возможности направленного участия в строительстве нового Афганистана. На региональном уровне необходимо обеспечить достижение твердого консенсуса, прежде всего при поддержке Пакистана, Индии, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и стран Центральной Азии. Думаю, все мы хорошо понимаем, что решение целого ряда ключевых вопросов экономического развития, безопасности и стабильности в Афганистане во многом зависит от государств соседей. Это активно содействует национальному примирению и прекращению насилия в этой стране. Усилия всех соседних стран и партнеров должны не подменять, а дополнять друг друга. Нам нужно выработать согласованные меры, подходы и практические механизмы решения этой проблемы. Как заявил на заседании Совета Безопасного ООН в январе этого года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, новая динамика регионального взаимодействия откроет перед всеми нами большие возможности для решения общих, давно назревших и актуальных задач. Подчеркну, нам необходимо рассматривать Афганистан не в качестве страны, с территории которой исходит угроза мира и стабильности. Афганистан наш дружественный партнер и сосед. Уверен, что наши общие усилия по вовлечению Афганистана в систему торгово-экономических, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей с соседними странами внесут существенный вклад в процесс нормализации ситуации и возвращения этой страны к мирной жизни. Не сомневаюсь, что в конечном счете мир на афганской земле откроет всем государствам обширного евразийского континента новые возможности и принесет реальную выгоду. Это будет способствовать укреплению общей безопасности и стабильности, создаст благоприятные условия для трубопроводов, развития региональной и трансрегиональной торговли. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что Узбекистан вносит посильный вклад в социально-экономическое возрождение Афганистана. С 2002 года в Афганистане мы поставляем электроэнергию. С 2002 года в Афганистане мы поставляем электроэнергию. Сводом новой линии электропередачи Сурхан-Пулихумри объем поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан резко возрастет. Мы совместно продвигаем реализацию еще одного стратегического проекта продолжения Дагерата, построенный узбекскими специалистами и действующей сегодня железной дороги Хайратон-Мазари-Шариф. Этот проект позволит внести реальный, практический вклад в восстановление экономики Афганистана, создать новые рабочие места и повысить транзитный потенциал страны. Запуск трансафганских транспортно-коммуникационных проектов в тесные увязки с другими, не менее значимыми региональными проектами, такими как Узбекистан, Туркменистан, Иран, Оман, Узбекистан, Кыргызстан, Китай. Также создать все необходимые условия для развития межконтинентальных транспортных коридоров практически во всех направлениях с севера на юг и с востока на запад кратчайшим путем. Активно развиваются гуманитарные связи. В январе начал работать специально созданный в нашем пограничном городе Термес Центр обучения афганских граждан. В настоящее время там уже обучается около ста юношей и девушек из Афганистана. Мы планируем расширить перечень специальностей и направлений подготовки афганских специалистов в данном центре. На глобальном уровне необходимо обеспечить принципиальную политическую поддержку мирного процесса и финансовое содействие, социально-экономическому восстановлению Афганистана со стороны ведущих мировых держав и донорских организаций. Благодаря их помощи страна уже стала на путь мирного развития. Сегодня Афганистан – это совсем не та страна, которой она была всего 20 лет назад. С момента проведения открытых демократических выборов здесь начался новый этап государственного строительства, отмечаются позитивные изменения в жизни простых афганских граждан. Правительство добилось широкого охвата населения образованием и услугами здравоохранения. Все это свидетельствует о стремлении афганского народа к мирной жизни и развитию. В ближайшие два года в Афганистане ожидаются важные политические события – парламентские и президентские выборы, которые должны подтвердить последовательное продвижение страны по пути стабильного демократического развития. Уважаемые друзья, очевидно, всем нам необходимо осознать, что мы боремся не просто за будущее Афганистана, а за нашу общую безопасность, за мир без терроризма, фанатизма и насилия. Мы не должны повторять ошибки прошлого. Мы должны помнить о нашей общей ответственности. Задача достижения мира в Афганистане тесно взаимоувязана с усилиями, направленными на борьбу с терроризмом и экстремизмом, которые в настоящее время стали поистине беспрецедентной угрозой глобальной безопасности и развития. По нашему глубокому убеждению, крайне важно, чтобы все внешние силы беззаговорочно поддержали афганского правительства в стремлении ликвидировать базы иностранных террористических организаций в Афганистане, предотвратили финансовую и материально-техническую поддержку терроризма без каких-либо различий. Узбекистан всегда занимал принципиальную позицию в вопросах борьбы с терроризмом и идеологией экстремизма и радикализма. С этими угрозами необходимо бороться не только с силовыми методами, но и в первую очередь просвещением, особенно среди молодежи против невежества, которое порождает насилие. Особенно молодежи гуманистические сути ислама. В этих целях, думаю, будет целесообразно использовать потенциал, созданный в Узбекистане, Международного исследовательского центра имени имама Бухари, Центра исламской цивилизации и Исламской академии Узбекистана. В порядке инициативы мы также предлагаем создать специальный международный фонд поддержки образования в Афганистане. Основная цель – это содействие афганской стороне подготовки национальных кадров по самым востребованным специальностям, выделение стипендий и грантов для талантливых студентов и молодых ученых. По нашему твердому убеждению, формирование в общество престижа образования и стимулирование у молодежи стремления к самосовершенствованию – это залог достижения устойчивого и стабильного развития. Все это, безусловно, будет способствовать ограждению подрастающего поколения от идеологии насилия и радикализма. Уважаемые участники форума, уверен, что проведение настоящей конференции, конструктивный диалог и дискуссии, а также принятие итоговой ташкентской декларации позволят добиться практических, позитивных результатов, станут своего рода дорожной картой, мирно будет принят документ, отражающий политическую волю и взаимопонимание. Будет принят документ, отражающий политическую волю и взаимопонимание всех заинтересованных сторон по ключевым вопросам афганского урегулирования. Будущее Афганистана не должно стать примером неспособности международного сообщества, противодействует общим для всех нас вызовам и угрозам. Сегодня, как никогда, важно всем нам, объединившись, протянуть многострадальному народу Афганистана руку мира, сотрудничества и поддержки. Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной работы. Благодарю за внимание. Афганистан